В сквере Рубцовой прошел праздничный концерт, в дубках народное гуляние, а в парке Толстого химчан ожидала немало сюрпризов. Парк Толстого по традиции является главной площадкой в Химках, где проходят народные гуляния. И каждый раз это насыщенная программа, в которой участвуют практически все организации нашего города. Тему войны, подвига и победы раскрывает учащиеся школ и университетов. Они подготовили музыкальные номера, стихи и театральные постановки. По школам распределяли, кто, какой представляет род войск или какое-то направление. И нам достали саперы. В канун такого праздника, когда много находят неразорвавшихся боеприпасов, поисковые группы именно в канун праздника выезжают на раскопки, достают из земли то, что остается от наших бойцов, и не только от наших, но и немецкой армии. Все это приносит в музей. Мы тоже занимаемся таким направлением. Мы заготовили, обратите, пожалуйста, внимание, прекрасную композицию. На этом празднике мы представляем пехоту. Те войска, которые приняли на себя всю тяжесть этой войны. Мы подготовили экспозицию, которая посвящена быту простого пехотинца. А где брали эти атрибуты? Большинство из этих атрибутов – это все мое. Я занимаюсь военно-исторической реконструкцией, и поэтому так же помогали учителя, так же помогали дети. Здравствуйте! Здравствуйте! С праздником! И вас дальше! Парк Толстого – это наш центральный парк, где, конечно же, мы традиционно организуем хорошее гуляние, где наши диаспоры угощают людей, где концерты наши спортсмены и комитет по работе с молодежью устраивают для детей разные соревнования. И, как вы видите, прекрасная погода, и людям очень нравится. Ежегодно народные диаспоры участвуют в празднике, посвященном Дню Победы в народных гуляниях в парке Льва Толстого. Нонна Методзевна, расскажите, какие блюда грузинской кухни сегодня могут попробовать химчане? Сегодня мы попробовали традиционные национальные блюда Грузии. Это эмиритинские хачапури, это приготовленная курица по-грузински, это всякие блюда из экологически чистого продукта, это фасоль, разная зелень, и баклажан с грецким орехом. Сегодня в парк Толстого пришли тысячи человек. Это химчане и гости города. Помимо обширной развлекательной программы, для них работает множество торговых точек, где можно приобрести продукты народного промысла, сувениры с российской символикой. Есть и игрушки, и сладости для детей. Давайте! Так, нишаем друг другу. Вулкан против Катюши. Бегом обратно! Быстрее, быстрее! А этот автомобиль ГАЗ-21 «Волга» сейчас украшен панорамой «Бородино». Автор проекта Кавторадзе Автандил Захарович, посол мира. Он выставляет эту машину в разных городах, участвует в ретро-фестивалях, и на разных праздниках крышу украшали фигуры Кутузова, Багратиона, и каждый раз к новой теме меняется ее внешний вид. Но внимание публики, как мы видим, обеспечено всегда. Кстати, машина 60-го года, и она до сих пор на ходу. Ближе к вечеру мероприятия в парке завершаются, но праздничное настроение не погибает химчан. Люди не расходятся, а продолжают поздравлять друг друга с Днем Победы, чтобы ровно через год встретиться вновь и отметить уже юбилейную годовщину.